Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я рад рассказать вам очень интересное послание «Импульсное электромагнитное оружие в апокалиптических пророчествах». До того, как мы начнем, я хочу сказать вам кое-что. Я буду рассматривать эту тему с двух ракурсов. Во-первых, мы ответим на вопрос, почему темнота накрывает землю. Придет ли эта тьма на землю при возвращении Иисуса? Во-вторых, мы поговорим об опасности этого оружия. Я расскажу мнение властей о том, как это может исполнить пророчество о последнем времени, записанное пророками Ветхого Завета. Это очень интересно. Возникает вопрос, что представляет собой импульсное электромагнитное оружие. Я отвечу насчет него. Существует ли оно и что оно может сделать в таких странах, как Соединенные Штаты? Записано ли в Священном Писании пророчества, которые намекают на оружие, которое мы называем импульсным электромагнитным оружием? Есть ли в Священном Писании намеки на такой вид современного оружия? Какую роль молнии могут сыграть в создании эффекта, схожего с действиями этого оружия во время восхищения? Таким образом, темой нашего обсуждения станет вопрос, посвященный импульсному электромагнитному оружию. Что представляет собой электромагнитное оружие? Это вид ядерного оружия. Дело в том, что современное импульсное электромагнитное оружие предназначено для создания опасного импульса, который образует волны над определенной территорией или над городом. Это волны над территорией или городом. Есть другое объяснение, которое известно некоторым. Это не ядерное устройство, взрывающееся на Земле. Такие бомбы сбрасывали на два крупных города Японии во время Второй мировой войны. Взрывы уничтожили людей и города. Это не было импульсное оружие, а ядерные бомбы. Импульсная электромагнитная бомба — это разновидность ядерного оружия, которую взрывают в атмосфере. Таким образом, электромагнитная бомба взрывается в атмосфере на высоте от 50 до 500 километров. Что происходит? Оружие создает электромагнитный импульс. Однажды я задал вопрос одному полковнику, имя которого я не буду упоминать в телеэфире. Я попросил его объяснить, что произойдет, если электромагнитную бомбу выпустят над Нью-Йорком. Он сказал, если электромагнитную бомбу выпустят над городом, то такой мегаполис будет отброшен в начало 19 века. Я попросил полковника объяснить мне смысл сказанного. Он ответил, после взрыва электромагнитное излучение выведет из строя приборы, где есть медные провода. Я уверен, что многие из наших телезрителей знакомы с принципами действия электричества. Мы не сможем обойтись без проводов. Все приборы, где есть медные провода, будут выведены из строя. Лифты остановятся. Компьютеры не будут работать. Все телефоны выйдут из строя, а автомобили остановятся. Так мне сказал тот полковник несколько лет назад. Итак, это оружие сжигает провода и выводит из строя электрические приборы и устройства. И вот что важно запомнить, весь мир лишится электричества. Если мы говорим о существенном влиянии на электрическую сеть, когда она выйдет из строя, то это оружие выведет из строя все. Согласно моему исследованию, автомобили не смогут завестись и тронуться с места, а сотовые телефоны и компьютеры отключаться и не будут работать в районе взрывов. Также это отразится на обеспечении водой, потому что поставщики воды зависят от электроэнергии. Это повлияет на поставки газа и всего, что связано с электричеством. Это повлияет на поставки пищевых продуктов. Грузовики не смогут доставлять продукты. Кроме того, называемая цепь обеспечения будет полностью нарушена на определенный период времени. Если это оружие будет взорвано над главными городами стран, то у этих мегаполисов уйдут многие годы на полное восстановление способности функционировать в современном обществе. Люди не смогут пользоваться лифтами или включать телевизор. Я считаю это оружие самым опасным оружием из всех существующих. Оно способно уничтожить телекоммуникации и все виды транспорта, перевозящего продукты. Самолеты, грузовики и другие разновидности транспорта. Как связано неожиданное возвращение нашего Господа Иисуса Христа с идеей о том, как это оружие повлияет на планету Земля? Вот что я сейчас сделаю. Я хочу ответить на этот вопрос. Мы будем говорить о воскресении мертвых. Библия говорит о важных переменах, которые произойдут при воскресении мертвых. Я хочу сказать вам об этом, потому что это очень важно. Я изучал тему о приходе Иисуса Христа, и я заметил одну важную идею. Я имею в виду идею о возвращении Бога за церковью и вознесении мертвых. Это выглядит так, будто у вас есть стих Писания, который намекает или дает ответ на вопрос о событиях, которые будут происходить, когда церковь исчезнет. Я пытался ответить на трудный вопрос. Если это произойдет как одномоментное событие, и миллионы святых исчезнут во мгновение ока, то почему ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет ссылок на слова людей о том, что он и Земле начнется неразбериха из-за исчезновения людей? Этот аргумент приводят, говоря о приходе Бога до скорби или во время скорби. Я верю, что люди, оставшиеся на Земле, придумают объяснение о причине исчезновения церкви Иисуса Христа. Я хочу поделиться ответом с вами. Я расскажу об этом, опираясь на свои наработки. В мире будет то, что лишит мир порядка и погрузит его в хаос. Возможно, это не будет во время восхищения. Возможно, это будет в тот момент, когда тьма покроет мир. Во время восхищения. Дело в том, что восхищение повлияет на электрические сети по всей нашей планете. Это моя теория. Мы связываем эти стихи между собой. Заповедь на заповедь, правило на правило. Я верю в то, что мы способны убедить вас Божьим Словом в том, что это возможный вариант событий. По крайней мере, подумайте об этом. А теперь давайте читать Божье Слово. Что-то привлечет внимание мира к себе при возвращении Христа. В 15 главе 1 послания к Коринфянам Библия говорит о том, что мы изменимся во мгновение ока. Смертное станет бессмертным. Писание учит о том, что воскресение произойдет. Библия говорит о том, что землетрясение произойдет в то время, когда мертвые воскреснут. Это произойдет на тех участках земли, где святые воскреснут из мертвых. В 27 главе Евангелия от Матфея написано о том, что при воскресении Христа было землетрясение. В это время могилы открылись, и Иерусалим увидел мертвых воскресшими. Они воскресли вместе с Иисусом первым плодом среди умерших. В 11 главе книги Откровения Господь говорит двум свидетелям. «Взойдите сюда». В то мгновение эти два свидетеля воскресают и возносятся, потому что их убили, и их тела лежали на улице трое суток. В тот же самый час начинается сильное землетрясение в Иерусалиме. В Откровении сказано о том, что 7 тысяч человек умерло из-за этого. Когда мы видим воскресение, то есть вероятность того, что землетрясения каким-то образом связаны с оживлением мертвых. Я опираюсь на несколько стихов. Теперь давайте поговорим о тех, кто будет жить. В 15 главе 1-го послания Коринфянам есть стих, где сказано, «Мы изменимся вдруг во мгновение ока». «Атомос» — это слово «мгновение» на греческом. Мы видим это слово там. Слово «томос» означает «резать». Вы понимаете, что «атом» происходит от древнегреческого слова «атомос». Итак, когда мы смотрим на это слово, и мы видим, что слово «томос» означает «резать», это означает «измениться за краткий момент времени», «измениться во мгновение ока» или «измениться за какую-то долю секунды», то есть «измениться с такой большой скоростью, которую невозможно измерить». Представление об атомах, которые есть в главе о воскресении наших тел, которые будут бессмертными, является очень важным. Теория об атомах была представлена в греческом мире за 450 лет до Рождества Христа. Однако эта теория была доказана только в 18 веке. И теперь послушайте факты о человеческом теле. Человеческое тело состоит на 99% из атомов. Крохотные атомы нельзя увидеть невооруженным глазом. Для того, чтобы увидеть такие крохотные частицы, нам потребуется мощный микроскоп. Тело человека состоит из водорода. Тело состоит из углерода. Тело состоит из азота. Тело состоит из кислорода. Вы знаете, если нашему телу предстоит измениться, то его физической, молекулярной структуре придется измениться вместе с нашим телом. Что-то происходит тогда, когда мы переходим из атомов, и они изменяются до состояния, когда мы получаем совершенно новый вид тела. Если мы будем в живых во время восхищения, то мы не умрем, а изменимся мгновенно. Атомы будут участвовать в таком чуде, которого этот мир не видел никогда. Я покажу вам Туринскую плащаницу в качестве примера. Туринская плащаница — это ткань, которую считают тем самым полотном, в котором погребли умершее тело нашего драгоценного Господа Иисуса Христа. Все больше и больше исследователей считают, что эта плащаница может быть погребальным саваном мужчины, жившим во времена Иисуса. Археологи нашли монеты, которые положили покойному на глаза. Во время недавних разных исследований, проведенных с помощью новых технологий, были найдены молоток и надпись. Мы вернемся к теме. Посмотрите, пожалуйста, на правую часть. Перед вами негатив с изображением лица мужчины, который жил в античную эпоху. Когда мы смотрим на негатив, то мы видим больше деталей. И кто-то спросил, насколько мощной должна быть энергия, запечатлевшая лицо на плащанице. Вы готовы это услышать? Для нанесения такого изображения на плащаницу потребовалось бы 34 триллиона ватт ультрафиолетового излучения. Я говорю о воскрешении только одного Иисуса. Что произошло бы, если бы миллионы людей воскресли из мертвых одновременно? Это мое мнение. Вы помните количество энергии, которое требуется для получения изображения на плащанице? Эта энергия равна количеству динамита, которым можно было бы взорвать большую территорию столицы Израиля. Вы услышали меня? Такое количество энергии потребуется для ультрафиолетового излучения, для того, чтобы получить изображение воскресшего мертвого мужчины на куске ткани под названием Туринская плащаница. Я не берусь утверждать, что на Туринской плащанице изображен Христос. Пожалуйста, не поклоняйтесь ей. Это возможное свидетельство о Его воскресении. Хотя нам не нужны доказательства того, что Он воскрес, ведь Он живет в нас. Давайте вернемся к нашей теме. Задумайтесь над этим вопросом. Что может оказать такое мощное воздействие на планету, чтобы молекулярная структура нашего смертного тела изменилась, и мы перешли из смерти в бессмертие? Для воскресения тел требуется столько божественной энергии, что она равна энергии, способной взорвать города. Нам нужна энергия, которую Бог затратил для воскрешения Христа. Вы скажете, вспомни, как Бог воскресил Лазаря из мертвых. Там не было такого проявления силы. При воскресении Христа было землетрясение, потому что воскресли многие. Дело в том, что только Лазарь воскрес в Вифании. Когда Христос воскрес из мертвых, Он привел людей с собой. Итак, землетрясение не происходит там, где воскресает только один человек. Есть сильное проявление силы Бога. Оно произошло, когда Иисус воскрес одновременно со святыми Иерусалима. «Воскресение святых произойдет во время восхищения». Вначале будет воскресение, а потом смертные тела станут бессмертными. Эти два события следуют друг за другом. Послушайте меня. С моей точки зрения, в момент воскрешения мертвых происходит то, что оказывает воздействие на всю планету Земля. Я расскажу об этом. «Ибо как молния исходит от востока, и бывает видна даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого». Вот очень важный стих, где говорится о падении Люцифера. Иисус сказал им, «Я видел сатану, упавшего с неба, как молнию». Это произошло между первым и вторым стихом первой главы Бытия, где сказано о том, что земля была безвидна и пуста, «И тьма была над бездной». Запомните то, что имя Люцифер означает «цветоносный». Но его изгнание и падение с третьего неба на землю покрыло землю мраком и тьмой. Он упал с небес на землю быстро, словно молния. Он увел треть ангелов за собой. Мы не знаем точное число падших ангелов. Это была треть ангелов. Это повлияло на всю Вселенную. Дело в том, что во втором стихе сказано о том, что земля была безвидна и пуста, и тьма была над бездной. Таким образом, громкое падение нашего врага Люцифера покрыло мраком всю нашу планету. Бог сошел к нам и сказал, «Да будет свет». Он начал процесс восстановления на земле для того, чтобы люди и животные жили на ней. В первой главе Иезекииля говорится о передвижении ангелов. В первой главе пророк говорит о херувимах, сопровождавших Бога. Пророк говорит о том, что они двигались с молниеносной скоростью. Все мы знаем о том, что свет путешествует со скоростью почти 300 миллионов метров в секунду. Если вы хотите узнать скорость света вокруг планеты Земля, то ответ будет следующим. Свет совершает 7 кругов вокруг планеты Земля возле экватора за одну секунду. Согласно книге Иезекииля, это первая глава, 14 стих, ангелы двигались со скоростью молнии. Это означает, что ангел нашего Господа Иисуса Христа может сделать 7 витков вокруг Земли за одну секунду. Итак, ангелы передвигаются со скоростью света. Мы так не двигаемся. Теперь давайте порассуждаем о следующем вопросе. Что произойдет, когда воскресшие и преображенные святые переместятся с Земли в небесные края на очень большой скорости. На скорости подобной скорости мысли. Давайте обсудим стих из книги Откровения. Библия говорит нечто интересное. Люди увидят молнию и гром вокруг трона Бога. Библия говорит о голосах, звучавших от престола. Когда пророк Моисей оказался перед Божиим лицом, и когда слава Господа сошла на него, лицо Моисея засияло так, что ему пришлось покрыть его. Когда Иисус Христос был на горе преображения, и Божья слава изменила его. Он сиял, и его одежды стали ослепительно белыми. Люди не смотрели на него. Существует много просто потрясающих духовных тайн, связанных с воскресшим телом. Вы знаете, духовное тело не ограничено в отличие от нашего обычного. Духовное тело проходит сквозь двери так, как тело воскрешего Христа. Это доказывает, что Христос не мог проходить сквозь объекты до воскресения. Когда Он воскрес, Он проходил сквозь эти материальные объекты. Это означает, что молекулы тела Господа Иисуса стали меньше размером по сравнению с молекулами дверей. Изменения атомов удивляют меня. Разумеется, у меня не получится пройти пальцами сквозь толстые стенки, допустим, кружки на моем столе. Руки Христа проходили сквозь предметы. Часть этой тайны имеет прямое отношение к сегодняшней теме. Я так сделать не могу. Теперь посмотрите на одну интересную схему. Пожалуйста, посмотрите на верхний слой. Посмотрите на верхний слой, где облака. Мы с вами видим то, что ионы в верхней части заряжены положительные. На земле мы с вами видим положительно заряженные частицы, а в центре отрицательно заряженные частицы. На самом деле, эта композиция была посвящена не Иисусу Христу, святым и сатане, а принципу действия такого природного явления, как удар молнии. Она посвящена принципу действия молнии. Я прочитаю вам об этом. Наверху есть положительно заряженные частицы, а в центре отрицательные. При появлении позитивно заряженных частиц на Земле отрицательно заряженные частицы в облаках привлекают позитивно заряженные. Частицы производят основной удар, то есть гигантскую искру и молнию. Если так можно выразиться, частицы с Земли выстреливают обратно в облака. Правда? Эти частицы сталкиваются с основным ударом. Это молния в облаках. Погода меняется именно так. Это возвратный удар. Итак, молния производит возвратный удар. Возвратный удар устремляется вверх к облакам в виде яркой молнии. Давайте вернемся к иллюстрации на несколько минут. И теперь я покажу вам, как все это действует. На Земле есть положительные частицы. В верхней части мы видим эти частицы. А средний уровень фото заполнен отрицательно заряженными частицами. надписи о Христе посвящены Его слова. Как молния, которая сверкая с востока, бывает видна и на западе. Так будет и возвращение Сына Человеческого. Он сравнил приход с молнией. Иисус Христос говорит о скорости Своего возвращения. Библия говорит о том, что Господь Иисус Христос вернется на облаках. Мы встретим Его в воздухе. Иисус Христос находится в верхнем слое атмосферы. Святые находятся на земле. Я имею в виду и умерших, и еще живых святых. Между ними есть отрицательная частица. Обратите внимание, когда Христос придет на землю, чтобы забрать святых на небо, Он произведет возвратный удар. Возможно. Поэтому наша надежда и наш Спаситель сказал о Своем пришествии так. Как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Сына Человеческого. Это возвращение Господа Христа произведет крупный удар молнии, который пройдет по всей земле. Наш Господь нанесет удар Своей молнии везде, где будут лежать тела мертвых святых и где будут жить святые, которым потребуется бессмертное тело. Теперь вы можете получить доступ к новому ресурсу Пэристоуна – Пророческому саммиту 2020. Пророческий саммит 2020 был снят на студии «Голос евангелизации». Вы услышите восемь актуальных пророческих посланий от Пэристоуна и Билла Клауда. Он доступен в наборе из восьми DVD или восьми аудиодисков. Этот сборник поможет вам и вашим близким разобраться с важными вопросами, актуальными в этот момент истории. Вот что вы получите, когда сделаете заказ. Какие события связаны с воскресением мертвых в последнее время? Пэристоун исследует этот феномен в теме «Раскрывая код Маранафа» «Как победить силу Царства Тьмы и высвободить силу Царства Божьего». Билл Клауд рассмотрит этот вопрос в учении «Тайна Разрушителя Царства Небес и Царства Тьмы». Описывает ли Библия продвинутые военные технологии, которые уже есть у некоторых стран? Вы узнаете об этом учении Перри, будущие атаки ЕМП и апокалиптические пророчества. Утратили ли христиане контакт с важным духовным наследием, которое проявлялось в жизни библейских патриархов? Билл Клауд призывает вас вернуться к этой исторической связи в учении «Фактор Иосифа». В учении «Грядущая война Гога и Магога» и файл Иезекииля Перри Стоун расскажет, как символическое описание войны в книге Иезекииля может исполниться в последние дни. Билл Клауд исследует битву, которую упускают большинство учителей между Израилем и потомками другого древнего народа в учении «Война в Едоме». Раскрывая параллели между историей Еноха и описанием Второго пришествия Иисуса, Перри поделится своим учением шифр Еноха «Будущие космические знамения возвращения Христа». И напоследок в послании «Тайна последних родовых сваток» Перри Стоун расшифрует пророческие знамения, связанные с Израилем, природой, космосом, церковью и язычниками. Тысяча зрителей присоединились к Перри Стоуну и Биллу Клауду на этом мероприятии, и теперь вы тоже можете побывать на пророческом саммите. Закажите этот актуальный сборник пророческих учений на нашем сайте или позвоните по номеру, который видите на экране. Вы также можете связаться с нами, написав по адресу, который видите на экране. Попросите предложение 20PS1 за пожертвование в 60 долларов или DVD. Ваша поддержка позволяет нам проводить мероприятия и нести Слово Божие людям всего мира. Спасибо. Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение Перри Стоуна. Вам стоит заказать учение с пророческого саммита, которое вы только что видели, потому что это одни из моих любимых учений Перри Стоуна и Билла Клауда. Они чудесная команда, которая вместе учат библейским пророчествам. Учение этого пророческого саммита стало одним из моих любимых, потому что они затронули множество актуальных событий. Я никогда не видел мир в таком состоянии, как сейчас. Если вы, так же, как и я, хотите разбираться в Библии, то в вашей домашней библиотеке должны быть такие пророческие учения. чтобы получить их, зайдите на наш сайт и закажите их. Кроме того, вы можете поехать в Израиль с Перри. Тур с Перри Стоуном по Израилю воистину уникален. А если вы хотите найти еще больше учений, заходите на наш сайт, потому что там вы найдете множество курсов, которые только ждут вас. Вы можете скачать их всего за пару минут и услышать учителей со всего мира. Мы знаем, что Бог благословляет людей в это непростое время, потому что от престола Божьего течет река, которая несет благословение. Мы ожидаем чудесных дней впереди. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее. на экране.